Это абсурдно. Война так не ведется. И все это сделал так называемый президент, Великий Путин. Не успели российские патриоты оправиться от провалов в Курской области, где российская армия продолжает отступать и терять территории, как последовал новый удар. Ночью украинские беспилотники нанесли удары сразу по трем российским военным аэродромам. Ну и поскольку все российское ПВО в основном стянуто в Украину, а территория России при этом осталась без нормального прикрытия, то украинские беспилотники долетели без всяких препятствий аж до Нижегородской области, где поразили военный аэродром Саваслейка. Этот аэродром в Украине очень хорошо известен. Оттуда постоянно взлетает МиГ-31, который является носителем ракеты «Кинжал». Из-за этого в Украине объявляют регулярно воздушную тревогу. Ну вот, наконец-то, на этот аэродром прилетела ответка, и попадание подтвердили уже как российские военблогеры, так и местные паблики Саваслейки, которые написали, что там было слышно около 10 взрывов. Подтвердили результативность попадания, и Z-блогеры в своих телеграм-каналах, к примеру, военблогер Файтер Бомбер, написал, что для прикрытия аэродромов не хватает ПВО, поэтому удары по ним закономерно оказались результативными. То есть ситуация из той же серии, что и в Курской области. Вместо того, чтобы защищать свою территорию, все силы брошены на то, чтобы захватывать чужую. Спятивший Владимир Путин решил, что для него там захват, развалин каких-то сел в Донецкой области намного важнее, чем защита своих людей, своих аэродромов, территории своей страны. Ну и результат, соответственно, мы видим. То есть по российским аэродромам прилетают беспилотники, на российскую территорию можно практически беспрепятственно ввести войска, а в это время Путин там долбится уже целый год о какой-то часовьяр, который полностью разрушен, и который в России на самом деле, в реальности, конечно, никому и не нужен. Ну и вот эти все провалы и неудачи, которые в последнее время идут в России прямо чередой, уже привели к настоящей истерике, которая продолжается уже неделю среди российских журналистов, пропагандистов, военблогеров. И вот эта паника и истерика, она в последнее время из телеграм-каналов, где она поначалу была, выплеснулась даже уже на государственное российское телевидение, где отдельные спикеры пугают россиян, что вот эти все события в Курской области, это только начало, это только цветочки, так сказать. И вот прямо сейчас Украина готовит куда более масштабное и разрушительное наступление. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Какие-то просто удивительные вещи происходят. Еще совсем недавно российские пропагандисты убеждали россиян, что силы Украины на исходе, резервов у украинской армии нет, она уже не может нормально вести боевые действия, Украина вот-вот падет, капитулирует, сдастся и так далее. Теперь же они сами признают, что все это и близко не так, и готовят россиян к тому, что будут новые наступления Украины, соответственно, новые поражения ждут российскую армию. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или Херсонскую область. Россияне признают, что теперь им придется перебрасывать резервы в Курскую область, других участков фронта, то есть с оккупированной территории Украины. При этом украинская армия в Курской области уже закрепляется, и выбить ее оттуда будет не так просто. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких позиций, что мы сейчас их выдам. Понимая это, население Курской области сейчас спешно эвакуируется. А российские военблогеры и патриоты в отчаянии признаются, что им очень грустно от того, что российские власти допустили такое на третьем году войны. Пятерочка закрыта, люди уезжают. Ну, потому что, собственно, километров 30-40, так понимаю, до сужи. Конечно, очень грустно от того, что через два с половиной года после начала войны такое вообще происходит, и наши власти такое допустили. Да не грусти, это просто многоходовочка. Впрочем, так миролюбиво настроены далеко не все российские патриоты. К примеру, российский военный инструктор, владелец ЧВК «Паладин» Георгий Закревский, который частенько выступает в российских патриотических СМИ, записал видео, в котором прямо обвинил в провалах России не кого-нибудь, а самого Владимира Путина, и фактически призвал отстранить его от власти. А я обращаюсь к военнослужащим, к мобилизованным контрактникам. Начал Закревский с перечисления достижений СВО. Когда начиналась спецоперация, задача была обеспечить безопасность молодых республик Донбасса. По истечении двух лет, более двух лет войны, обстрелы не прекратились. Обстрелы продолжаются с еще большей силой. Да, с Донбассом как-то неудобно вышло. Обещали его защитить, а вместо этого устроили настоящую кровавую кашу. Наши приграничные районы, не только новые территории, но и приграничные районы Курская, Белгородская, Брянская области, ожесточенно обстреливаются. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Это абсурдно. Война так не ведется. Перечислив достижения спецоперации, Закревский пришел к выводу, что случайно добиться такого эффекта было невозможно. И все эти провалы и просчеты – следствие злого умысла. Потому что Россией управляют предатели. Мы уверены в том, по-другому это никак нельзя объяснить, что это открытое предательство. Страна на грани беды, даже если бы не было войны. Точнее, не на грани беды. Она уже переступила за нее. Она несется к полному разрушению. У нас нет своего производства. Мы не производим станки, машины, микрочипы. Характерно, что все, что он говорит, это просто какие-то общеизвестные факты. Которые часто озвучиваются и где-то в других российских СМИ, на других эфирах, другими спикерами, которые признают, что и беспилотники летают, и Черноморский флот потоплен, и российская армия не может наступать. Но никто из них, как правило, не говорит, а как же так получилось, и кто в этом виноват. Здесь же Закревский прямо называет главного виновника всех этих провалов, и по его словам, это Владимир Путин. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Дальше Закревский обратился к российским военным, и фактически призвал их к восстанию против своего командования и путинского режима в целом. «Прощаюсь с тем, кто находится на линии боестолкновения, над тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по три ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена». Все это говорит не какой-то сторонник Украины или какой-нибудь российский либерал или оппозиционер из лагеря Навального, а наоборот Закревский – это такой радикал, турбопатриот или, как говорят в России, рассерженный патриот типа Гиркина, который призывает не к миру, а наоборот к полному уничтожению Украины. Украина должна быть ассимилирована в состав Российской Федерации. И этот человек выражает настроение не сторонников прекращения войны, не каких-то антивоенных активистов, а наоборот. Он выражает настроение ястребов, турбопатриотов, которые выступают за войну до победы. Мы видим, что эта категория населения в России тоже очень недовольна Путиным и тем, что он делает. Это важный момент, потому что мы видим много критики. Да, многие люди в России там критикуют то, что происходит. Это мало кому нравится, потому что нечему нравится. Все понимают, что война фактически провальная, что Россия очень много потеряла, что кругом какие-то провалы и просчеты. И все об этом говорят. Но все, как правило, критикуют, кого можно. Кто-то Шойгу, кто-то вообще там каких-то функционеров помельче, третий разрядных чиновников там и так далее. Никто почти не называет имя Путина. Это табу. Но здесь мы видим, что вот прозвенел такой тревожный звоночек для него, потому что фактически снято этот табу. Имя Путина звучит уже открыто. Открыто говорится о том, что он несет ответственность за эти провалы. Он должен уходить. Это важно, потому что Путин фактически все начинал. Вот эту войну, да. Его действия были направлены на то, чтобы завоевать авторитет именно в такой среде радикалов, вот этих таких упоротых, да, абсолютно российских таких вот ястребов, да. Но мы видим, что фактически авторитет Путина в этой среде-то как раз рушится, потому что он оказался не способен удовлетворить эту публику, и он фактически провалил все, на что они рассчитывали, на что они надеялись. Сейчас табу на критику снимается. Уже мы видим такие первые тревожные звонки для Путина. Очевидно, дальше, если он там радикально эту ситуацию как-то не закроет и не исправит, то, соответственно, будет еще больше и больше таких отзывов. Пойдет настоящая лавина, которую будет уже никак не остановить. Будем вместе наблюдать за этим. Подписывайтесь на канал, это очень важно.